Всем привет, с Вами Юлия и мой Факультет рукоделия. Сегодня мы снова вяжем из пряжи Alize Puffy Fine Ombre Batik. И так как у нас впереди день всех влюбленных и 23 февраля, уверенно, Вы в поисках подарка. Как всегда хочется удивить и порадовать. Уверена, теплый, мягкий и пушистый подарок точно придется по вкусу Вашей второй половинки. Почему уверена? Потому что мне пришлось подарок вручить заранее, чтобы вышел этот мастер-класс сегодня. Первая реакция случилась на примерке и была совершенно необдуманной. Я услышала удивленную фразу «Зачем мне халат?». Но после того, как халат был готов и вручен, теперь с ним не расстаются, не хотят снимать и постоянно приговаривают, какой он классный, какой он мягкий. Так что, девочки, кто решил вязать халат, давайте начнем. О пряжи отдельно рассказывать не буду. Кто еще не знаком с ней, посмотрите мои обзоры. Ссылку на магазин с пряжей оставлю в описании. Переходите, покупайте. Магазин работает четко, отправят сразу, так что пряжа придет быстро. У меня на халат ушло 3 больших мотка Амбре Ботик. Осталось немного грамм 200, но у меня и хозяин халата не маленького размера. Если размер халата будет небольшой, то может и в 2 мотка уложитесь. Если вязать из 100 граммовых мотков, то на длинный халат понадобится от 10 до 13 мотков. Итак, для начала обязательно вяжем образец. Наберите петель 20-30 и провяжите несколько рядов, чтобы мы могли посчитать, сколько необходимо петель набрать для нужной ширины халата. Далее вычисляем плотность вязания. Количество петель образца делим на ширину образца в сантиметрах. Получаем плотность. Измеряем обхват талии, либо обхват бедер, либо груди, в зависимости от того, что больше, тот параметр и берем. Делим эту цифру на 2, получаем полуобхват. Теперь к этой цифре надо прибавить минимум сантиметров 20-30, лучше больше. Халат у нас не должен получиться в обтяжку и полы его не должны расходиться в разные стороны. Чем больше ширина халата, тем удобнее в нем будет находиться. Теперь цифру полуобхвата с прибавкой умножаем на плотность и получаем количество петель, которые нужно набрать для спинки. Для полочек эту цифру разделим на 2. Я для своего большого халата набирала 70 петель для спинки и по 35 на полочке. Начинаем вязать. Чтобы подол халата был плотнее, первый ряд мы начинаем вязать с косички. Со второго ряда просто продеваем все петли друг в друга, никаких рисунков, никаких узоров. Переход цвета в этой пряже и будет изюминкой этого халата. Для спинки нам нужно будет связать прямоугольник, длинная сторона которого будет равняться длине халата. Вяжем и считаем ряды. Имейте ввиду, что под своим весом полотно немного еще потом вытянется, так что учитывайте это. Полочки начните вязать в разные стороны. С такой пряжей это сделать просто. Первую полочку начали вязать в одну сторону, а для второй косичку разверните и начните вязать в другую сторону, чтобы начальные хвостики нити оказались с противоположных сторон. И тогда убавки, которые мы будем делать далее, будут проходить у нас параллельно в одном и том же ряду. Итак, у нас готова спинка. Вот так выглядит нижний край, который мы начали вязать с косички. Дальше идет лицевая гладь. Самый простой способ вязания. На спинку у меня ушел весь моток, и можно видеть, какой переход цвета получился. Крайние петли пока оставляем открытыми. Дальше вяжем полочки. Каждая полочка равна половине ширины спинки. И мы вяжем их прямыми, пока не останутся последние 24 ряда. То есть у вас уже посчитаны ряды спинки минус 24 ряда. Столько надо связать. С этого момента будем делать убавки. В этой полочке в первом для убавок ряду нить у меня идет вправо. В точно таком же ряду в другой полочке, если вы начали вязать их, как я сказала, нить будет идти влево и убавки будут располагаться в зеркальном направлении. Не довязывая до конца ряда три петли, складываем две петли вместе и провязываем их одной петлей нити. Кромочную провязываем, как обычно. В следующем ряду будем провязывать каждую петлю без убавок. Таким образом убавки будем делать через ряд. И если приглядеться, то уже видно, как крайние петли развернулись под наклоном. И вот то, что у нас должно получиться. Обращаю ваше внимание еще раз на начало вязания полочек. В этой полочке хвостик расположен слева, а у второй справа. Убавки здесь уже провязаны, это я для себя отмечала место, откуда их начинать. И на готовой полочке получился вот такой скос к линии плеча. Надеюсь, что Вам все стало понятно. Вяжем обе полочки до конца, крайние петли оставляем открытыми. Теперь будем делать плечевой шов. С одной стороны халата он у меня уже сделан, сейчас сделаем шов на втором плече. Для начала закрываем средние 12 петель от середины спинки. Затем складываем детали лицевой стороной друг к другу. Вот тут у нас осталась нить, которой мы вязали полочку, ею мы и провяжем плечевой шов. Продеваем по очереди петли нити, сначала в петлю полочки, затем в петлю спинки и сразу закрываем. В итоге получается вот такой аккуратный шов. Он настолько ровный и красивый, хоть наизнанку носи. В принципе, если сделать все швы аккуратно, этот халат вполне может быть и двусторонний. Обрезаем нити и завязываем узелки. Хвостики нитей можно обрезать, так как в этой пряже узлы держатся очень надежно. А вот если спрятать хвостики, то они постепенно могут начать вылезать из своих укромных мест. Вот так выглядит уже наш халат. Немного широким получается ворот на спинке, поэтому, когда будем набирать петли на планку, в этом месте надо будет припосадить полотно. Сейчас мы, начиная с низа полочки, будем набирать петли. Пройдем по спинке и вернемся вниз второй полочки. Для облегчения можно использовать крючок. Если мы посмотрим на петлю, то увидим, что ее ширина и высота не равны. Поэтому петель для планки надо набрать больше, чем кромочных. Я набирала три петли по одной и в четвертую петлю продевала две петельки. На кромочных есть поворотные петли. Так вот, у них по три стеночки. Набираем одну петлю за одну стенку, вторую за другую. И вот там, где надо продевать две петли, удобнее будет делать это при помощи крючка. Набираем таким образом все петли планки, провязываем 2-3 ряда и закрываем. Вот так выглядит халат с планкой. Это низ полочки, как вы видите, петли набраны ровно. Немного по цвету планка отличается, потому что ее мы вяжем из того мотка, которым были провязаны полочки. И это смотрится красиво. На планке я добавляла петли, а по вороту на спинке наоборот петли сократила, вывязывала из двух петель одну. Так как у меня было три мотка, из одного у меня получилась спинка, полочки я начинала вязать от разных мотков и они по переходу цвета получились одинаковыми. Теперь из остатков этих двух мотков будем вязать рукава, они будут более светлыми. Набираем по краю 40 петель, так, чтобы от плечевого шва в одну и другую сторону получилось по 20 петель. Петли набираем также с прибавками, как и для планки, чтобы ничего нигде не стянулось. Вот один рукав у меня уже готов, мне осталось закрыть петли. Давайте на нем объясню, как вязать. Набрали 40 петель, затем в каждом четвертом ряду делаем убавки с двух сторон, пока не останется 28 петель. Дальше вяжем до необходимой длины рукава и если нужен отворот, провязываем еще несколько рядов для отворота. Когда рукав будет готов, нить не отрезаем, мы этой нитью будем сшивать рукав и боковой шов халата. Вот такой шов нам надо будет сделать. Он сначала соединяет рукав и далее переходит на боковую сторону, соединяя спинку и полочку. И теперь покажу, как он выполняется. Я это делаю при помощи крючка. Заводим его в кромочную петлю спинки, затем в кромочную петлю полочки и протягиваем петлю нити через них. Не забываем делать прибавки в каждой четвертой кромочной петле, чтобы шов не стянул полотно. В завершении вяжем пояс необходимой длины из двух или трех рядов. Халат готов. Надеюсь, что этот халат понравится вашей второй половинке и он оценит то тепло и заботу, которую будет передавать этот халат от вас. А потом по тому же принципу можно будет и себе любимой связать такой же халатик. Так что пряжу закупайте с запасом, ссылку на магазин, в котором я брала пряжу оставлю в описании под видео. Переходите, покупайте ровных вам и пушистых петелек. С вами была Юлия и мой Факультет рукоделия. Пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок